Клише, когда герой плывёт по реке, в считанных метрах наверняка смертоносный водопад попадётся. Впрочем, ещё задолго до падения Сид должен был заживо испечься и покрыться хрустящей корочкой. Зрители думали героям кранты, а анфигушки они живее всех живых. И с главным героем можно повторить то же самое прямо без паузы. И откуда Баг знал, что его вместе с опоссумами в этом тумане птеродактиль подхватит? И у этих двоих тоже какая-то сверхъестественная мысленная связь. Я на месте не сижу, сейчас пойду и попляшу. Герой цитирует фразу, услышанную раньше по сюжету. В ттеродактиле шумят, как винтовые истребители Второй мировой. Хищники, сидевшие на дереве после падения, растаяли в воздухе, чтоб под ногами не путаться. Прямо по курсу целое стадо гигантских динозавров, которых там не было секунду назад. Эй, столовись-то, птичка! В этой вселенной уже есть Терминатор 2. Откуда в обломке корки, застывшей на лаве, какая-то палка взялась? Никаких спасений, кроме как в самые, что ни на есть, распоследние доли секунды. Можно даже несколько раз подряд забабахать, чтоб зрители не расслаблялись. Ну и повторять, при каждом удобном случае пока не надоест. Не хочу вас пугать, но кто управляет этой стукой? А почему птеродактиль сам не мог отвернуть? У него после того, как его оседлали, мозги отключились? Не получается! Давай, еще одно усилие! Потому что сразу помочь Диего скинуть бревно своим хоботом Элли опять же никак не могла. О да, эти стандартные новорожденные, которые для удобства сразу рождаются уже годовалыми. Они даже ходить и бегать будут в этот же день. Это мальчик! Это хвост! Даже про младенца не поленелись пошутить ниже пояса. Да как можно сморкаться в голые хвосты?